Ну что ж, все, поехали. У нас начинается все с длинной диагональной передачи. Деола все-таки как-то пониже пока играет. Может быть, под Владимиром Хвощинским. Очень такая сложная тема вратарская, на самом деле, в этом сезоне. Смотрите, какая зона у Владимира Хвощинского. Но почему-то Володя не бежит, он делает передачу, не успевает перехватить Качаториан. Получилось так, что довели налево, а Деола на третьего. Подача! Какая так сумасшедшая у Минского Динамо получилась. Жаль, что это все не закончилось шедевральным голом. Еще тем более сыном болеть, это, конечно, строго. Что снова жертве, снова неплохая подача. Снова почему-то мяч приземляется не на голову игрока Динамо, а Макс Лайн. Давай на поле лучше будешь судить. Нет, я вообще удивляюсь, почему я не играю за Динамо. Я, в принципе, второй составчик спокойненько, мне кажется, потянул бы. Центр пас, Хвощинский, бьет Владимир, и Адеола, казалось уже, заносит мяч в ворота. Но не тут-то было, там полуночить. Слушайте, я... Но это в том числе и дорого. Без шансов Краснова, там сзади Гаврилович. Центр на Адеолу, открывается пространство, можно забивать. Удар, поворот, там не очень сильное забивание. И вроде бы угловой. Плетут паутину. Игроки Макс Лайна. В центр, удар. Отскок. Есть место, куда бить. Удар, но... Алексей Гаврилович очень талантливо сыграл. Так, где Трофим Мельниченко? Честно, тоже не знаю. Возможно, во второй игре будет. Подача. И здорово играет Макавчик. Макс Лайна прижимает Динамо. И снова подача идет штрафную. Удар поворотом Макавчик. И здесь мяч забирает, но не сразу. Чуть попозже. Я думаю, что с этой подачей, наверное, мы с вами уйдем по трибунной помещения. Очень сильно снова на дальнюю сходу. Удар. Но вот это пулемет. В прошлом матче у нас ракета. А в этом пулемет от Жердева. Ну красота же, а? Какая точка красивая. А вот это в опасном моменте Макс Лайна. Замах классный получился у игрока. Смещение в середину дальше. Удар с левой ноги. Отскок. И что творит Макавчик? Красота. Все-таки поопытнее. Удар поворотом. Мощный. Топивание выше ворот от Минского Динамо. И мяч летит на трибуну. Тип-тип. Тип-тип-тип. Тип-тип. Попытнее. Тип-тип. Попытнее. Удар с левой ноги. Макс Лайна сравнивает счет. Так, а еще так криков много, что-то все болеют за Макс Лайн что ли? Возможно. Ура, вперед Макс Лайна, Сергея Горбачева. Без победы Динамо не уйдет. К этому шло первый весь тайм, Макс Лайн чемпиона. Теперь уже момент у минского Динамо. Адеола бьет ииии! А что мы ловим? А что мы ловили? Это что? Этот волк, знаете, который яйца ловит, опа, опа, и там периодически выпадает, да, выпало и сейчас. Забивает Адеола, опускаем при помощи вратаря Макс Лайна.